всем привет мои хорошие наконец-то я сделаю серию роликов о которых очень давно мечтала очень давно хотела выпустить но все время искала информацию дополняла и в общем наконец-то созрела это будет серия роликов про цветовые вариации фаленопсис эквестрис их будет много этих роликов хотя на самом деле информации в сети немного и она очень разрозненная по различнейшим источникам но цветовых вариаций действительно у эквестриса очень очень много зарегистрированных не зарегистрированных выведенных уже селекционерами это очень очень интересно особенно для тех кто любит эквестрисы и поэтому роликов придется снимать на каждый каждую вариацию отдельно изначально я хотела сделать длинный ролик потом я хотела разбить ролик на розовые формы белые формы пилоричный но я поняла что это неудобно и удобнее всего будет ролик небольшой на каждую отдельную вариацию так будет вам легче искать не надо будет отсматривать лишнюю информацию которая вас например не интересует можно будет быстрее освежить в памяти информацию определенным определенной вам вариаций поэтому будут короткие ролики это первый ролик он вступительный здесь много вступительного большое вступительное слово но так со вступительным буду закругляться и поехали итак фаленопсис эквестрис это замечательнейший видовой фаленопсис уже на моем примере вы видите что можно собрать огромную коллекцию только из одних эквестрисов потому что на вариации цветовых форм просто масса в этом видео мы поговорим про номинальную форму то есть ту которая чаще всего встречается в дикой природе и также немного обсудим с вами строение цветка потому что большая часть информации взята из старых гербариумов из монографий все в основном написано на иностранном языке и во время перевода есть определенные неточности я столкнулась с тем что в русском языке по разному в разных ботанических книгах переводят те или иные понятия к сожалению не знаю почему так получилось обычно более-менее одинаково но скажем так здесь мы с вами решим как это буду называть я и чтобы вы уже в дальнейшем не путались и так фаленопсис квестерис это эпифитное растение у него множество мясистых толстых оголенных корней стебель короткий листьев обычно 25 штучек продолговатой эллиптической или продолговато яйцевидной формы заостренные на конце и с ложбинкой на верхушке 15-22 сантиметра в длину и четыре с половиной шесть и два сантиметра в ширину зеленые без рисунка крапа или развода соцветия они же цветоносы от 1 до 4 густ как густо цветковые кисти черешки длинные на кончике цветоноса часто образуются детки длина цветоноса 25 45 сантиметров цветочные прицветники незначительные полтора два сантиметра что касается цветов цветы нежные разнообразные по размеру и окраски от розового до фиолетового два с половиной четыре сантиметра в диаметре верхний чашелистник так тут начинаем показывать и так верхний чашелистник это вот что имеется в виду так верхний чашелистник продолговатый эллиптический заостренный с изогнутыми краями 10-17 миллиметров длиной 5-7 миллиметров шириной боковые чашелистники это вот задние лепесточки так долговатые эллиптические или яйцевидные эллиптические заостренные 10-16 миллиметров длиной 5-8 миллиметров шириной петали вот эти вот лепесточки от эллиптической до ромбовидной формы заостренные или скругленные край изогнутый 8-14 миллиметров в длину 5-8 миллиметров в ширину я сейчас хочу остановиться и немножко решить с вами что и как я буду называть губа у эквестри соуфаленопсисов считается трехлопастная губа это не только вот эта вот часть но и вот такие боковушечки есть это тоже часть губы и мне не очень нравится слово лопасть мне больше нравится доля и я буду говорить что это доли хотя в литературе они называются и чашелистниками и по-всякому но мне вот больше нравится такой оборот окей договорились и так губа трехлопастная или трехдольные 10-14 миллиметров в длину 10-16 миллиметров в ширину полностью окрашена в розовый или красный боковые доли продолговатые скругленные стоячие изогнутые желтые центральная доля от овальной до ромбовидной формы в центре есть ложбинка на верхушке мясистая и заостренная калус напоминает квадрат и находится на стыке средней и боковых долей колонка дугообразная 9 миллиметровая цветоножка и пыльник 18-20 миллиметров длину на этом по номинальной форме все всем большое спасибо за просмотр спасибо кто досматривает видео до конца ставьте лайки подписывайтесь на канал делитесь этим видео с друзьями пишите комментарии я им всегда очень очень рада впереди нас с вами ждет много роликов по эквестрисам по их вариациям и на солнечных дней пышных цветений пока пока